Здравствуйте, уважаемые коллеги. Счастливо, что вы подключились к нам. Рада сообщить вам какие-то новые свои мысли по поводу терапии хронического болиосиндрома в онкологии. Поскольку наш наук не стоит на месте, тоже происходят какие-то изменения, и всем вам, наверное, нет времени или сил, или, может быть, просто иногда не очень интересно копаться в каких-то зарубежных первоисточниках. Поэтому мы, ваши лекторы, мы, ваши проводники знаний в этой области, стараемся аккумулировать все самое ценное, все, что мы считаем нужным для вас донести в таком удобном формате, объяснить и показать свою точку зрения на происходящее событие. Я имею в виду тему обновлений научных знаний в области алгологии. Итак, сегодняшняя наша тема – это персонифицированная терапия как новая стратегия лечения хронической боли в онкологии. Я буду целый год говорить об этом в разных, как бы, ипостасях, в разных, с разным наполнением, может быть, одной и той же темы, но это действительно, я считаю, очень значимой, очень важной, такой же важной, как когда-то была дифференцированная терапия, о которой мы говорили, и она рождалась в умах многих ученых. И сейчас вот эта дифференцированная терапия онкологической боли, она вылилась в виде клинических рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. То есть процессы, происходящие в головах многих отдельных ученых, когда-то аккумулируются и выливаются в практические рекомендации. Итак, по лечению боли, что у нас нового и интересного за последние годы? Актуальность, она не утрачена. Как и раньше, так и сейчас, достаточно много онкологических больных страдают от боли. К сожалению, этот процесс остановить нельзя. Больных онкологических будет все больше. По мере того, как мы справляемся с больными, с пациентами инфекционными заболеваниями, правда, с ковидом, как вы видите, не сильно хорошо получается. Тем не менее, считается, что после того, как человечество справилось с инфекционными заболеваниями, большинство из них таких, как чума, другие особо опасные инфекции, люди стали жить дольше. И на первое место выходят сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. И вот во многих странах считается, что уже сердечно-сосудистые отступают, то есть и там наука идет вперед и справляются с заболеваниями этого плана. А с онкологическими еще пока не удается полностью считать, что мы победили рак. Считается, что и во время диагностики около половины пациентов нуждаются в терапии боли. Это не значит, что им нужно назначить наркотики, просто нуждаются в терапии боли. На бодиполизных стадиях их число возрастает до 75. И даже среди лиц, которые перенесли противоопухолевую терапию и находятся в стадии стойкой ремиссии, до 30% пациентов имеют болевой синдром. И вот если все это экстраполировать на наши данные, на нашу страну, то получается как минимум 463 тысячи пациентов нуждаются в обезболивании. Но это не предел, я думаю, что в целом где-то около полумиллиона. Наше руководство по терапии боли. Ну, конечно же, это не в первую очередь не американское руководство, не европейское, а это руководство Всемирной организации здравоохранения, их основополагающих три. И наше руководство по терапии боли у пациентов при оказании паллиативной медицинской помощи наши клинические рекомендации. Все вы знаете, что все эти руководства, за исключением, пожалуй, последнего 2019 года возовского руководства, они основаны на, то есть лечение боли основано на лестнице обезболивания. И все вы прекрасно знаете, что это за лестница, я не буду повторяться. Но вот эта ступенчатая модель Всемирной организации уже считается небезупречной. Уже наука идет дальше и считается, что это устаревший принцип терапии хронической боли во многом. А недостатками ее считают то, что, во-первых, она не учитывает достижения современной онкологии и патофизиологии опухолиопроцесса. Она не учитывает достижения современной фармакологии. Но с тех пор, как первый раз было написано руководство, прошло достаточно много лет. А недостаточно учитывать патофизиологические механизмы возникновения как таковой боли, не учитывает стадийность опухолиопроцесса. Поэтому много претензий к этой лестнице. Так, простите, перелеснулся лишний слайд. Если посмотреть всех пациентов, которые находятся, которые имеют хронический болевой синдром, онкологических пациентов, вот у нас в России, посмотрите, практически 4 миллиона, то их можно условно разделить, весь этот пул пациентов на 5 градаций. Пациенты в длительной ремиссии, их около 2 миллионов. Пациенты, получающие радикальное противопухолевое лечение. Те, которые получают радикальное противопухолевое лечение, надеются и мечтают перейти в длительную ремиссию. Но, к сожалению, часть пациентов из длительной ремиссии иногда все-таки, даже спустя 10-15, иногда даже 20 лет, они переходят или в радикальное, или в палеотивное противопухолевое лечение. Так вот, пациенты получают радикальное сначала противопухолевое лечение. Когда оно становится неэффективным, они получают палеотивное противопухолевое лечение, то есть направленное на улучшение качества жизни, уже не направленное на полное излечение. И пациенты, получающие палиативное симптоматическое лечение, это когда возможности палиативного противоопухолечения исчерпаны. Ну и самое-самое грустное, наверное, это боль в конце жизни, терминальное состояние опухолепроцесса. Вот как-то так из одной группы в другую пациенты наши перетекают, и на каждом этапе мы видим, что они нуждаются в обезболивании. Длительная ремиссия пациента около 30%. Те, кто получают противоопухолевую терапию, радикальную, палиативную, 55%. Те, которые получают симптоматическую терапию противоопухолевую, у кого возможности лечения исчерпаны, 75%. И до 90% это боль в конце жизни. Поэтому к пациентам первых двух категорий, те, которые в ремиссии, те, которые получают радикальное лечение, конечно, некоторое другое отношение. У них опиоиды используются в особых случаях, они не являются базовыми препаратами. Эти пациенты, которые находятся в длительной ремиссии, их пол беспрерывно увеличивается. У них порой много других неопухолевых проблем или болевые синдромы, связанные с неопухолевой патологией. Посмотрите, около половины пациентов, которые в длительной ремиссии старше 70 лет, и только 5% моложе 40. То есть большая часть это 70-летние пациенты со своей сопутствующей патологией. И пол этих пациентов, благодаря успеху онкологической науки, год от года растет на 20% примерно каждый год. Ну и у этой категории пациентов достаточно часто встречается нейропатический болевой синдром по разным оценкам. Это может быть по 30% после операции, до 70% после проведения химиотерапии и около 15% после проведения лучевой терапии. Вот именно поэтому современная классификация боли, согласно рекомендациям ВОЗ, последним, 19-го года. Ну, 18-19, дело в том, что в 18-м они издали, опубликовали в 19-м. Вот как здесь считать? Ну, наверное, может быть, со дня, когда они считают, вот в конце 19-го, 18-го года. Ну, от этого суть не меняется. Классификация боли нынешняя учитывает последние, как бы, достижения ольгологии и доучитывает то, что признана фотофизиологическая классификация является основной. Боль уже, не это просто боль, не просто лестница, это боль нотсептивная, нейропатическая. И вы видите ее виды. Нотсептивная – это бисцеральная, соматическая и так далее. Более примеры вы видите. И нейропатическая – как минимум три вида. Компрессия нерва, повреждения нерва и симпатически поддерживаемая боль. То есть принципы лечения в этих случаях будут разные. Поэтому лестница обезболивания, пишут новые клинические рекомендации, не является строгим протоколом. Лестница обезболивания – это обучающий инструмент. Для того, чтобы врачи не промахнулись и более аккуратно назначали сильнодействующее лекарство. Поэтому лестница обезболивания, она остается признанным полезным обучающим инструментом, но не является строгим протоколом. Вот об этом говорят современные клинические рекомендации. Она предназначена, вот эта лестница, в том представлении, что медицинские работники должны научиться правильно применять отдельные лекарственные препараты. Итак, я говорила, что весь контингент онкологических больных с болью можно условно разделить на 5 групп. Они представлены на слайде. Так вот, первые три группы, особенно первые две, те, которые в ремеси, те, которые получают радикальное лечение, и частично, потому что палеотивное противопухолечение тоже бывает зачастую очень успешным. Больные годами живут и 2, и 3 года, если метастазы, например, только костные и не двигаются дальше, и вовремя их излечивают. Ну, значит, они как бы могут получать длительную противопухолевую терапию. Поэтому следует учесть, что у этих пациентов при нейропатической боли, то, о чем говорили рекомендации, в первой линии мы будем назначать антиконвульсанты, антидепрессанты, и, может быть, это будут местные анестетики, лидокаин, так называемый пластерверсатис или крем Эмла, или капсоицин, но это за рубежом есть, у нас не сильно распространен пластер с капсоицином. Вот эти препараты будут для них первой линией. Но это не означает, что у них нет второй линии, что им не показаны сильнодействующие опиоидные препараты. Их применять можно и нужно в особых клинических ситуациях, особенно если непереносимость этих противопоказаний к неопиоидным. То есть польза превышает ростки. Что мы будем делать? Мы будем выбирать препараты с наименьшим наркогенным потенциалом. Ну, я вам приведу пример. Тромодол, топитадол. И если вот уж неэффективны, то третьей линии идут сильные опиоидные лекарства. Если некоторые врачи боятся выписывать препараты. Вот сегодня у меня на приеме была пациентка из Самары. Нет, не из Самары, из Тольятти. Пациентка с заболеванием яичник, которая три года уже, по-моему, лечится у онколога. И когда у нее боль при прогрессировании процесса стала нестерпимой, она жалость и назначили тромодол, который ей абсолютно не помогает. Даже в дозе 400 миллиграмм вообще. Она не спит уже много-много дней, несколько недель она ночью напролет просто ходит, бродит по комнате и с трудом забывается, приняв большие дозы зебазона, которые онколог не забыл прописать. Она приходила к доктору на прием и просила что-нибудь посильнее. Он сказал, нет, мы назначаем обезболивающие более сильные, чем тромодол, только тем, кто уже не встает в постели. Ну вот странный подход, вы знаете, вот странный подход. Наверное, этот доктор хочет, чтобы вообще все больные никогда не вставали в постели, чтобы больше его не беспокоили. А зачем приходить, конечно. А те препараты, которые закуплены сейчас в Тольятти, в Самаре, они останутся на складах, а потом будут уничтожены, поскольку будут просрочены за наши же с вами налогоплательческие деньги. Мне удивляет этот подход. А онколог скажет, что у него не было пациентов. Вот этой вот женщины был призрак. Это не она. То, что она просила, назначить ей более сильный препарат. Извините за такой, но просто, да, крик души даже вот бывает у лектора. Итак, если вы боитесь, доктор, доктор из Тольятти, если вы боитесь сделать из этой женщины наркоманку, посмотрите на стратификацию рисков и мониторинг соблюдения режима терапии. Есть такая таблица. Если это перед вами женщина в пожилом возрасте, которая не курит, не пьет, не играет на тотализаторе, у нее стабильная социальная поддержка, она живет в полной семье, у нее нет тяжелых психиатрических расстройств и алкогольной зависимости, но не будет она наркоманкой. Низкий риск возникновения привыкания и пристрастия к препарату. Другое, конечно, дело, что это молодой курящий, молодой парень, который нет социальной поддержки, живет в подворотне, у него нет мотивации расставаться с препаратом, который он когда-то злоупотреблял, поскольку он был и алкоголик, и наркоман когда-то в молодости, и вспоминает об этом периодически. Да, там есть риск, безусловно. И высокий риск, если человек действительно живет в асоциальной среде, пьет, курит, злоупотребляет наркотиками, естественно, там все это будет. Так что сравнивать вот эту женщину, у которой новообразование яичников, распространен еще опухолевый процесс, и наркомана из подворотни. Сертификация рисков, она предусматривает еще соглашение на мониторинг. То есть мы должны периодически оценивать, как пациент правильно принимает лекарства. Ну, здесь касается пациентов, которые длительно принимают, тут вообще говорится о том, что раз в году, при среднем риске раз в полгода, а у тех, которые наркоманы, раз в 2-3 месяца. Мы должны пересчитывать таблетки и отслеживать, что они принимают и в какой дозе. И вот тем, у кого высокий риск, у них есть отличие от предыдущих, запрет на использование более чем одного опиодного препарата. То есть если назначаете ему пластырь, то просидол для дотации мы уже не даем. Или даем какой-то один препарат, а второй уже мы не даем. Один препарат. В обычном случае, что мы делаем, когда назначаем опиоиды пациентам с длительным прогнозом жизни? Во-первых, мы, конечно, смотрим и стараемся подобрать не опиоидную терапию и не медикаментозные методы. Это да. Но если мы должны их назначить опиоиды, что мы смотрим? Мы смотрим, есть ли преимущества в расширении физической активности и превышивают ли они риски применения этого опиоидного лекарства. Следует начинать с препаратов с наименьшим наркогенным потенциалом. Какие? Тромодол, парацетамол. Ну, у нас два препарата есть на рынке. Тромодол в чистом виде или топитадол. Перед началом применения мы должны обсудить с пациентом и с его родственниками цели лечения, обозначить возможность отмены опиоидов, если польза от них будет ниже. Понимаете, вот назначили опиоиды, а пользы толком нет. Одни побочные эффекты и толку, ну и что, если не расширяют физическую активность и не улучшают качество жизни. Будем отменять, заменять чем-то другим. Следует избегать назначения опиоидов и бензодиазепинов, потому что может быть подавление дыхательного центра. Постоянно мониторировать побочные эффекты и обсуждать с пациентами целесообразность длительной опиоидной терапии. Если, например, я увижу, что у пациента в перспективе будет хороший ответ на терапию. Вот недавно у меня был пациент с Петропавловск-Камчатского. Пластырь назначили по поводу заболевания желудка. Думали, рак желудка в одной клинике поставили, пришел к нам, написали лимфома. Наши гематологи прекрасно отлечили пациента. И за неделю, за две после назначения правильного лечения болевой синдром ушел. Мы расстались с пластырем. Пациент счастливый и довольный. Сейчас вот уехал к себе в Петропавловск-Камчатский. Все замечательно. Мы обсудили целесообразность, до какого времени он принимает. То есть вот тот пациент, который сейчас условно... Ну, он условно-радикальный, да. При отмене опиоида дозу препарата следует уменьшать частично, порционно. Я расскажу, как. Назначая опиоиды, мы, конечно, помним, что есть социальные риски. То есть, что препараты могут уйти в нелегальный оборот. Поэтому всегда, выписывая рецепт... Вот сегодня пациентке из Тольятти я выписала таргин. И я сказала ей, что вы несете ответственность перед законом, вплоть до уголовной, за то, что именно вы будете получать эти таблетки. И нельзя никому соседям передавать, нельзя ездить за рулем после приема таблеток, нельзя их отдавать там в другие руки. Это ваш препарат, и он предназначен только для вас. Ну, то есть предупреждать мы должны об этом. Хотя иногда эти препараты немножко, но утекают. Например, за рубежом считают, что 2% то, что они утекают, это норма. И как бы они не берутся в расчет. Считается вот в Израиле, что эти 2%, пусть будет 2%, зато остальные 98% пойдут пациентам и будут оказывать свое благотворное действие. Этими 2% можно пренебречь. Так считают израильские ФСКН, скажем так. Служба по контролю за наркотиками медицинскими. И существует медицинская безопасность. Это то, что мы отслеживаем побочные явления. Другой, обратный пример. Посмотрите, сегодня был пациент, который сказал, что врач-онколог, уже московский, сказал, зачем вам назначать тормодол. Если вам диклофенак не помогает, зачем вам тормодол? Все равно он не работает. Давайте вам сразу назначим пластырь 75, и вы будете отлично себя чувствовать. И будет хорошее качество жизни. Но, наверное, лихой онколог, конечно, был неправ, потому что пластырь 75, как вы знаете, это 7 ампул морфина в сутки. И опиоид наивному пациенту вообще такое назначать, я считаю, преступление просто. Это кончается над окомой для пациента. Поэтому начинаем мы с наркогенно-безопасных опиоидов, к которым относятся тормодол и топитадол. Тромодол. Тромодол, я просто напомню, что связывание с миоопиоидами рецептор у него в 6 тысяч раз меньше, чем у морфина. Но поскольку у него есть еще другой эффект, кроме связывания с миоопиоидными рецепторами, у него есть еще такое свойство, как у непрямых антидепрессантов, ингибирование обратного захвата серотонина и норадреналина. И вот этот эффект вместе с этим слабым миоопиоидом дает достаточно неплохой эффект, кумулированный, из-за чего тормодол так длительный, хорошо мы используем у какого-то контингента больных. А в отличие от него новый препарат опитадол, он не имеет активных метаболитов, и его молекула является активным веществом. Вот у него в 50 раз слабее, чем у морфина, связывание с опиоидными рецепторами. Он, в принципе, считается менее наркогенно опасным препаратом, чем чистые миоопиоиды. Сейчас, к нашему счастью, появилась не только полексия пролонгированного действия, вот этот опитадол, но и с мая мы получим возможность использовать вот этот препарат, полексию в дозе 50 мг при острой боли, поскольку эта таблетка будет быстрого высвобождения. То есть мы сможем титровать пациентов или добавлять им на прорыв боли. Время достижения максимальной концентрации у этой таблетки короткого действия всего 1 час с четвертью, час 15. И скорость начала действия 30 минут. Вот это нас устроит. Наша таблетка продленного действия, у нее, конечно, скорость начала действия через 3 часа. Вот дозировка, которой мы будем пользоваться, пока что только 50. В дальнейшем, видимо, будет еще больше. Вот мой клинический пример. Пациент когда-то давно лечился у нас по поводу опухоли прямой чешки, излечен, ушел в ремиссию, и слава богу. Но пациент пожилой, в 78 лет у него были к этому времени и эрозивный гастрит, и постинфарктный кардиосклероз, и стенокардия. Вы видите кучу заболеваний, но это не спасло его от остеоартроза обеих забедренных суставов. И благополучно они были пересажены. Это скелет не его, но как бы для схемы я вам показала, что два сустава уже были пересажены к тому времени, когда он у нас появился. Замечательный пожилой мужчина, интеллектуальный, интеллигентный, жаловался на сильные боли. Я не буду расписывать все, что было, но просто скажу, что врачи постарались его отравить всеми НПВСами, которые могли. Каждое из назначений кончалось кровотечением. Это не остановило их. И термодол, который он получал понемногу, 100-150 миллиграмм, ему, тем не менее, никто не решался назначить. Не решались врачи. Решили, что вот этот пожилой человек будет наркоманом со временем. Мы же назначили ему не только трамодол, но с учетом клиники, там была неврологическая симптоматика, день 4, больше 4. Назначили небольшую дозу пригабалина, немного там H2-блокаторов. И это он принимал целых 6 месяцев. После чего, начиная с 2019 года, он уже сам убавил себе вот эти все назначения. И после 2019 года он успешно, успешно ему была осуществлена пересадка еще одного правого коленного сустава. И теперь у него, также он получал НПВС после этой операции. Снова возникло обострение эрозивно-яснительного гастрита. Снова он обратился к нам в центр. И уже по поводу того, что он готовился к пересадке левого коленного сустава, трансплантацию эту нужно было сделать, нужно было тренироваться. И поэтому он просил с целью обеспечения тренировки полноценной. Он занимался с тренером на специальных тренажерах. И перед этим он принимал либо две таблетки Залдиара, либо таблетку Тромодола или Ретардную, или две капсулы. По-разному мы ему назначали. Но передвигаясь на костылях, он лично приходил ко мне в кабинет. Он говорил, все равно мне 2 километра в день ходить надо. Вот такой стойкий человек был. А сейчас он готовится к пересадке коленного сустава и продолжает принимать препарат. Но вот всю зиму не принимал, поскольку мало двигался. Весной попросил назначить его. Но я не отказываю пациентам. Он готовится к операции. Даже если бы не готовился 100 миллиграмм в сутки пациенту 80 лет, я не думаю, что не сделает из него опять зависимо от человека. Что нам говорит Всемирная организация здравоохранения по этому поводу? Она говорит, что для того, чтобы отменить препарат, существует определенная стратегия отмена опиодных лекарств. Она обозначена в клинических рекомендациях Всемирной организации здравоохранения. А там говорится, что если вы назначаете пациенту меньше, чем 2 недели, то риск развития физической зависимости крайне маловероятный. Если от 2 до 4 недель, ну, скорее всего, да, но она неизвестна. То есть, возможно. А если же более месяца, да, развитие физической зависимости вероятное. Существует такой риск. А как следует снимать дозу, если пациент больше месяца принимал? На 10% каждые 2 недели. Ну, мы иногда и быстрее снимаем на 50%, но это зависит от того препарата, который мы назначаем, и от дозы. И если использование очень длительное, и дозы очень высокие, и где вы видите, что есть физическая зависимость, нужно проконсультироваться, конечно, с специалистом. И хочу обратить ваше внимание, что терапия боли в онкологии, она напрямую связана с эффективностью противоопухолевой терапии. Что мы можем предпринять? Во-первых, направить пациента на радиотерапию, если это метастазы в костях, или на ортопедическое хирургическое вмешательство. Или необязательно пациенту назначать большие дозы морфина, может быть, его отправить на стентирование желчных протоков, или каких-то полых органов, кишечника, желудка, если там есть явление непроходимости. Очень интересным методом, сейчас развивающимся, является внутриантилляльная химиомболизация опухолей, внутриплевральные процедуры, фотодинамическая терапия, например. Внутриполосная гипертермическая химиотерапия потрясающий метод при канцерматозе брюшина добавляет пациентам иногда и два, и три года жизни. Блокады чревного сплетения при раке поджелудочной терапии, хайфу терапии, нейрохирургические блокады и так далее. Все это, как бы, оно существует, ну, во всяком случае, я перечислила то, что есть в нашем центре. Немедикаментозное лечение боли это повышение физической активности. Вы даете таблетки, вот этот вот торгин, почему я назначила торгин, а не морфин, потому что он меньше сонливости дает, и в случае с этой пациенткой из Тольятти этот препарат не даст ей остановку движения кишечника, потому что у нее большие риски по кишечнику, что скоро он встанет и будет кишечная непроходимость. Поэтому ее физическая активность должна идти ей во благо. Использование техник расслабления, техники релаксации, конечно, это должны подбираться специалистами, кто умеет проводить аутотренинг и психотерапия, которая способствует тому, чтобы боль занимала все меньше места повседневной жизни пациента, чтобы на первый план выходили другие, более важные сферы, чтобы пациент понимал, что он не брошенный. Итак, у третьих пациентов, у следующей категории пациентов, пациенты с генерализованными опухолями, терминальной стадии, пациенты, те, которые получают палеотивное противоопухолевое лечение, но уже возможности которого подходит консум. Там мы рассматриваем главным нашим инструментом или нашим документом это терапию болевого синдрома взрослых, нуждающихся палеотивной помощи наши клинические рекомендации. Здесь, конечно, лекарственная терапия все-таки является основой, и она проводится в соответствии с принципием Всемирной организации здравоохранения. Я не буду вам рассказывать препараты и фармакологию, я просто расскажу вам клинический пример. У нас была пациентка, по-моему, из Кургана, я точно не помню, или из Пензы, в периферическом приехала молодая женщина всего 38 лет, у нее уже рак панкоста, рак верхней доли левого легкого, вы видите, третья А стадия, она приехала с постоянными страшными болями во всей левой половине грудной клетки, подключичной области, стреляют в левую лопатку, онемела левая рука, она плохо поднимается, ощущение, опущение верхнего века, то есть симптомы Горнира уже пошли, нарушение ночного сна, отсутствие аппетита и похудание. Приступ возник где-то полгода назад, обратилась там 10 декабря, с сентября появилась клиника, в ноябре уже жгучие волнообразные боли, ей сделали обследование, вначале назначили для лечения боли нестероидной, потом трамодул, который был неэффективен уже через 2 недели. Когда она к нам пришла, боли были сильнейшие до 8 баллов, и невропатический компонент был сильно выражен, день 4, 6 баллов, ночной бойл, сон полностью нарушен, и принимала она трамодул 600, ну а что делать, кстати, она принимала хороший немецкий трамодул, 600 миллиграмм, при этом боли не проходили. Что мы назначили? Конечно, мы правы, мы сразу назначили ей морфин, и габапентин, но оказалось, что у пациентки на морфин возник, редко бывает, но бывает у души и бронхоспазм. Было очень обидно, потому что пациентка приобрела его за свои деньги, но что делать, мы поменяли его на таргин, на оксикодон с налоксоном, и также подбирали постепенно ей дозировку, но боли не проходили у нее, жгучие боли в руке тоже, слабость, тошнота все-таки на оксикодон, ее ослабленный организм, она давно уже плохо питалась, похудела сильно, она плохо реагировала. Повысили дозу габапентина, тоже особо не нашли никакого выраженного значимого эффекта, и тогда мы вспомнили, что тогда в 18-м году у нас появился препарат новый, который был нам еще не сильно известен, это был препарат аппетадол, полексию, так вот постепенно тетруя препарат, но на это ушло у нас порядка недели, до 400 миллиграмм в сутки, при приеме габапентина, вы знаете, получился хороший эффект, она потом прошла лучевую терапию, поэтому уехала к себе и уже с подобранной дозой, но вот она хорошо перенимала полексию, в отличие вот на сильное пиод, она плохо среагировала, то есть препарат ей перекрыл и нацептивный, и нейропатический компонент. Что нужно сказать про палеотивных пациентов? Препарат, который должен им вводить, он должен все-таки вводиться, конечно, неинвазивно, а уж если мы назначаем инъекции по каким-то причинам, то это должны быть подкожные инъекции, никаких внутримешечных введений. Вот недавно консультировала по телемедицине пациента, ну не буду говорить с какого города, это не важно, онколог назначает три раза уколы тромодола и между ними три раза промедола. Тромодол с промедолом перемежая три раза, зачем, вот непонятно. Оказалось, пластыри нету, да, пластыри кончились, ну, наверное, нужно было перевести на пароральный морфин все-таки, я думаю, что, ну, ты оттетровал дозу, ты понял, сколько, пересчитай эквивалентное, переведи на морфин, но все-таки, наверное, человек, которому осталось жить три месяца, не больше, вот закалывать этими лекарствами смысла большого нет. Так, извините, конечно, препараты мы должны вводить регулярно с учетом периода полувыведения или по часам, чтобы действие одного препарата нахлестывалось на последующее действие другого. индивидуально препараты применяем, вот иногда приходится сменить три препарата, как в нашем случае, о котором я говорила, или нужно назначать препараты с вниманием деталям, и детали эти, это в том числе и то, как вы дадите обратную, обратный свой ответ пациенту, куда ему обратиться для подбора дозы, если он лично вас не найдет, к кому еще можно обратиться. В этой таблице я хотела вам подсказать, что у нас достаточно много появилось лекарств. Еще недавно, еще недавно мы вообще их не имели, три препарата, сейчас 12, это прекрасно же, 12 препаратов, чем мы можем. Тем не менее, одним из самых значимых остается морфин. Пример тому следующий, сегодняшний, последний пример, пациентка, которую мы знаем с прошлого года, она с марта, вот считайте, год назад у нее появилась первая клиника, в апреле обратилась с опоясывающими болями в нижней части спины, в грудной клетке, она была консультирована гастроэнтерологом, сказали, иди лечи свой панкреатит, у тебя хронический панкреатит. Она пошла и лечила его вплоть до июля, когда ей сделали контрольное обследование КТ, компьютерную томографию, и нашли рак поджелудочной железы с четвертой стадии, с метастазами в печень. Женщина, конечно, была шокирована этим сообщением, она страшно растерянная и расстроенная появилась у нас в клинике. Назначали мы тогда тромодол, он ей мало помогал, и кетопрофен. Интенсивность боли оставалась высокой, а на тромодоле она просто притуплялась на какое-то время, но пациент и ни в коем случае не хотела и не позволяла назначить себе более сильные препараты. Хотя на тромодоле сонливость была, головокружения не было, и ни в какую она от всех лекарств отказывалась. Но боли усилились в августе до нестерпимых, и тогда все-таки мы подобрали уже не 25, а даже перешли на 50 микрограмм фентанила и дали на прорыв боли просидол. Одну таблетку, полтаблетки сказали, что просидол препарат хитрый, с высоким наркогенным потенциалом, аккуратненько будьте с ним. И она его применяла достаточно долго, после чего ей сделали хайфу-терапию, саму противоопухолевую химиотерапию, вот вы видите здесь ее схему, и достаточно неплохо контролировались боли. Вот 50 фентанила с просидолом, прям вот замечательно все, сонливость была, головокружение было первые дни, потом оно нормализовалось, начиная, то есть до сентября она получала вот этот препарат трансдермальнофентанил, и потом она сама уже перестала принимать этот пластырь с 10 сентября, потому что было успешное лечение, эпизод успешности лечения, ну и слава богу, она дополнительно, когда деклофенак, когда немножко просидола, приодипе, ночные боли у нее были, она принимала один-два раза. Вот здесь ей была повторена хайфу терапия на проекцию тела и хвоста поджелудочной железы хайфу, это что, если кто не знает, это высокоинтенсивное ультразвуковое облучение, то есть как в СВЧ свариваются эти клетки опухоли с фокусированным лучом, если это успешно происходит, то боль уходит. Короче, онкологи полечили, мы подконтролировали болевой синдром и все было неплохо. Потом продолжалась химиотерапия, боль контролировали мы достаточно опять же этими введениями, но уже пациентка теряла вес, у нее подхожный жировой слой все больше истончался, и вот этот пластырь, который мы пытались ей назначить, когда упухолевый процесс начал прогрессировать и боль возобновилась, он уже не работал так. С большим трудом уже только в стационаре мы уговорили ее на прием морфина. Ой, извините, не сказала, что с сентября, когда она перестала принимать опиоидные анальгетики практически, у нее физическая активность полностью восстановилась, она вышла даже на работу, она лаборантом работала, и легкую сидячую работу она вполне себе выполняла. Вот с 10 декабря она была переведена, было усиление боли, и она начала получать морфин, но очень долго ее уговаривали, но когда она с такой осторожностью, но зная нас уже больше полугода, что мы не посоветуем плохого, и в нужный момент, как бы мы подключились, мы же не говорили ей раньше, что нужно обязательно морфин, тогда, когда нужно, мы его назначили. Вы знаете, очень хорошо, она потом благодарила, говорила, действительно, от морфина очень хороший эффект, и вот с 10 декабря, декабрь, январь, февраль, март, и сейчас апрель, вот до апреля она сейчас практически 4 полных месяца получает морфин 30 миллиграмм пролонг, и немножко проседола 10-20 миллиграмм на прорывы боли, и боль контролируется полностью, она поступила на этой неделе для очередного контроля и прохождения по химиотерапии, вот сейчас она резко похудшала, боль контролируется, но появился асцит, признаки кишечной непроходимости частично, физическая активность резко снижается, эко 3 балла, в общем, прогноз не очень хороший, поэтому, именно поэтому, в клинических наших рекомендациях, рекомендациях ВОЗ везде сказано, что необходим доступ к морфину для любого пациента, в нем нуждается, кто в нем нуждается, вот этот пероральный морфин быстрого освобождения, то, чем мы датируем, проседол, вот у нас вместо морфина сейчас проседол, поскольку он подъязычный быстрого высвобождения, а так пероральный морфин быстрого освобождения должен быть доступен в достаточном количестве всем пациентам. Морфин с продленным высвобождением должен быть доступен по возможности, как дополнение, но не вместо перорального морфина с быстрым высвобождением. Последние годы поднимается тема гипералгезии. У меня есть еще пару минут, я расскажу вам то, что я думаю на эту тему. Что такое опиоидная гипералгезия? Это состояние, когда в ответ на введение опиоидного препарата, будь то парорально или внутримышечно, у пациента развивается парадоксальное усиление боли. Иногда это боль по всему телу, иногда боль локальная. Но в общем-то чаще это как неврологический симптом боли по всему телу, такая гипералгезия. У кого она бывает? Я задавала этот вопрос многим. Вот за мою 30-летнюю историю назначения опиоидных пациентов в нашем центре, 30 лет я работаю, я видела одного пациента. Арифний Язович, это руководитель первого хосписа сейчас, зам главврача, зам Нюта Федермейстер по первому хоспису, то есть тот, кто курирует болевой синдром и другие проблемы у пациентов хосписа. Там концентрируется пациент с высочайшими дозами опиоидных. Я его спрашивала, сколько у него за его многолетнюю историю. Он сказал, два пациента. И этот вопрос задавала Ольге Осетровой, руководителю Самарского хосписа, главному нештатному специалисту. По Самаре, она сказала, из 4 тысяч случаев, даже 4,5 практически тысяч случаев, у нее было три случая гипералгезии, и все было амбулаторно. В условиях стационара не было ни разу. Понимаете, это достаточно редкое явление для пациентов с онкологическими болями, поскольку наши пациенты, как правило, не доживают до развития гипералгезии. Это возможно при назначении высоких доз морфина длительное время. Это длительное время подразумевается полгода, год и более. В этих случаях это явление может развиваться. Я звонила своим друзьям в Америку. Там тоже, как бы вы знаете, опиоидов не жалеют, и применение достаточно широко и распространено. Я спрашивала, как часто бывает у вас? Они говорят, да, это бывает. Ответил мне руководитель клиники боли в Дианаполисе, мой друг, с кем я давно уже советуюсь по многим вопросам. Он сказал, что в большей части это касается не морфина, а это в большей части касается синтетических наркотиков, в особенности тех, которые стимулируют капорецепторы. Это метадон прежде всего. Длительно в больших дозах метадон дает опиоидную гипералгезию. И это оксикодон. Вот эти препараты дают гипералгезию, поскольку они стимулируют капорецепторы. Морфин в маленьких дозах вообще не должен давать гипералгезию. Поэтому разговоры о том, что гипералгезия грозит нашим онкологическим пациентам, в общем-то это схоластика. Это не соответствует действительности. Это очень важно, потому что многих препаратов мы должны предугадать их побочные эффекты и стараться, чтобы мы смогли их избежать. Если есть какие-то вопросы, я готова на них ответить. Так. Вот вопрос Ольга Витковская издает. Правильно подобрана анализия, к какому проценту интенсивности боли нужно стремиться? Все рекомендации, в том числе и Кохрановские, говорят о том, что есть приемлемый уровень обезболивания, это от 0 до 30%, или от 1 до 3 баллов. Вот когда я пациентам показываю, я не знаю, видите, нет, а лестницу обезболивания, ой, не лестницу, а вот эту визуально-аналоговую шкалу, я тебе ее поднесу, покажу, какая у меня. Вот она самая симпатичная. Это просто линейка. Я очень много разных испробовала. Самая простая – это вот белая линейка с темными цифрами. И я говорю, от 0 до 3 – это боль приемлемая, которая не мешает вам жить, которая не мешает вам заснуть. Когда вы думаете на уровне от 3 до 4 принять таблетку, или само пройдет, или принять, или не принять. Вы не приняли решение, а еще сомнения есть. То, что выше 3, уже считается болью, которую надо лечить. Дальше. Елена Белых спрашивает. Рекомендации по переоперационной анальезии больному 44 года. Декомпенсированный станоз пищевода на фоне рака желудка с инвазией идет трансдермальный пластырь 50. Планируется ее на стаме. Конечно, 50 – маловероятно, что у него что-то всасывается. Если нет подкожно-жирового слоя, всасывается от силы 25. Или вы ему наклеиваете сотку, зная, что из сотки всего 50 сосется. Или лучше контролируемо перевести его на инъекции морфина. 5 миллиграмм каждые 4-5-6 часов. Поверьте мне, вот этот морфин инъекционный у пациентов очень неплохо работает. Тут недавно у нас по разным причинам организационным не было вообще препаратов в институте. Это ужас был, как мы работали. Я имела в виду неинвазивных. Кончился таргин, кончился морфин. 10 миллиграмм, 30 миллиграмм, 60 миллиграмм. Все морфины кончились. Кончился пластырь. Ну и поступил дедушка с заболеванием предстательной железы и множественными метастазами в костях. И он такой опиод наивный, нелечный, трамал ему не помогает. Ну не совсем опиод наивный, если принимал трамадол. Ну и что нам делать? Ну конечно дедушке мы по кубику не стали делать. По 5 миллиграмм. Знаете, он сказал лучше, вообще не было обезболивания. И мы хотели его перевести на таблетки. Он отказывался, говорит, не надо. Мне вот эти вот инсулиновым шприцом все замечательно. Просто великолепный эффект обезболивания. У него каждые 6 часов по 5 миллиграмм. Это небольшой объем. Это безболезненная инъекция. Это не 2 миллилитра. Поэтому я думаю, у Елены Белых все очень хорошо получится, если они будут титровать пациенту морфин. Если есть порт, то можно в порт возить или внутривенно. Судя по всему, вопросов больше нет. Я очень рада, что вы нас слышали. Я очень рада, что вы интересуетесь нашей проблемой. И всеми новостями, которыми мы располагаем, мы будем с вами обязательно делиться и рассказывать вам все, что мы знаем, чтобы вы не наступали на те грабли, на которые мы наступили. А мы всегда прислушаемся к вам и с удовольствием всегда отвечаем на вопросы, потому что для нас ответное такое сообщение – это очень важный аспект нашей коммуникации. Спасибо. Меня слышно? Зарю файл у нас. Здравствуйте. Слышно, да? Да, здравствуйте. Спасибо, Заря Файловна. Как всегда, прекрасная лекция. И вот как бы вслед за такой полной клинической лекцией моя задача сегодня – немножко в фармакологический аспект добавить с точки зрения, скажем так, ну, может быть, не нового препарата, но, по крайней мере, новой формы, это пентадола, а лекции, который вот в ближайшее время будет доступен в регионах. Напомню еще разочек, что топентадол – это анальгетик, это второй анальгетик с двойным механизмом действия. Первым вы знаете – трамадол, и вот препарат топентадол, который разработан той же фармацевтической компанией, и его двойной механизм заключается в том, что он также действует как миоагонист, то есть на опиоидные рецепторы, это чистый агонист миоопиоидных рецепторов, и дополнительно механизм, связанный с ингибированием обратного захвата норадреналина. Таким образом, препарат дополнительно действует на антиноцептивную, нисходящую систему, иначе говоря, и вот этот комбинированный механизм действия, комплементарная такая вот активность в отношении и опиоидных рецепторов, и обратного захвата, соответственно, обеспечивает синергизм действия препарата. Ну, раз уж мы говорим, что есть два препарата, вопрос заключается в том, о принципиальной разнице между этими препаратами какая и вообще какой смысл было создавать нечто подобное. На самом деле отличий много, и вот если так разобраться в фармакодинамической и фармакокинетической особенностях, то, в принципе, вот в этой табличке можно их просуммировать. Обратите, пожалуйста, внимание, что при создании топентадола исследователи преследовали прежде всего две цели. Это уйти от пролекарства и сделать таким образом препарат, который исходно активным является. Второй момент – сделать его более эффективным, более активным, повысить его потенциал аналитический. Ну и еще один момент, который тоже немаловажный и удалось его преодолеть, достичь результата – это убрать серотониновые действия. Таким образом, топентадол, по сравнению с термодолом, это активное лекарство. Когда он поступает в организм, то он оказывает свое действие сразу, в отличие от термодола, для эффекта которого нужен метаболизм. Вот я попробую на следующем слайде, на следующих слайдах показать все, что происходит в печени, как термодол превращается в активный метаболит, который оказывает свое действие. Вот это вот разница фармакологическая, что она дает, что она должна давать на практике. У топентадола более предсказуемая фармакокинетика, то есть дозозависимый эффект. И кроме того, поскольку топентадол в организме метаболизируется тоже, но в результате метаболизма образуются неактивные метаболиты, соответственно, у него меньше риск аккумуляции при, например, патологии почек. Выводится он из организма в виде неактивных метаболитов практически на 90%. Следующий момент – это, собственно, метаболизм. Мы все знаем, что драмодол метаболизируется преимущественно системой цитохромов. И вот один из цитохромов – это цитохром 2D6. Про него будет отдельный слайд, потому что очень вариабельная активность этого варианта цитохрома среди населения земного шара, среди регионов России даже. И поэтому некая такая вот непредсказуемость метаболизма и, соответственно, больший эффект, меньший эффект у трамодола может иметь место. Что касается топентадола, он тоже метаболизируется в печени, как уже сказал, до неактивных метаболитов, но это происходит в основном за счет ферментов глюкоронизации. Это UDF, глюкоронозилтрансфераза. Этот фермент отличается тем, что нет такой большой фенотипического разнообразия, то есть нет таких полиморфизмов, как у цитохрома. Ну и в связи с этим мы знаем, что пациент может применять еще дополнительно препараты, которые действуют на систему метаболических ферментов и на цитохромы, и на глюкороновый процесс, но на цитохромы все-таки этих взаимодействий больше. Поэтому, опять же, требуется большая осторожность в плане вот совместного применения с какими-то препаратами тоже проиллюстрирую на отдельных слайдах. Следующий момент, как уже сказал, была потребность в создании более активного препарата. И вот если тромодол, как мы знаем, в 6000 раз слабее морфина, то топентадол в 50 раз. Вы видите вот эти вот эквенолитические коэффициенты. Если сравнивать оба препарата перорально с пероральным морфином, то, соответственно, 10-11 к 1 тромодол и 2,5-3 у топентадола. Это более высокая активность привела к тому, что топентадол, согласно лестнице обезболивания, он будет в низкой дозе применяться на второй ступени, как большинство сильных чистых опиоидов. Низкая доза – это до 200. А в высокой дозе – это препарат третьей ступени. Я напомню, что применять тромодол в суточной дозе максимальной до 400 мг допустимо только для терапии боли второй ступени. То есть если боль не купируется, требуется увеличение дозировки, то вот на 400 мг рекомендуется остановиться и уже пересматривать, подбирать другой анальгетик. В то же время для пожилых пациентов эта доза сейчас в 400 мг тромодоловой, она редуцируется даже до 300. Все это сделано исключительно в целях безопасности. Что касается дополнительного механизма, вот вы видите, что тромодол обладает вот этим комбинированным механизмом норадренергическим и серотонинергическим. Отсюда возникает множество взаимодействий лекарственных, связанных с серотониновым эффектом. И также риск развития серотонинового синдрома. Вообще серотониновый синдром может при некоторых обстоятельствах даже возникать на чистый опиоид. А уж когда идет комбинация с какими-то другими серотониновыми препаратами, то этот риск еще выше. Ну, опять же, на отдельном слайде покажу и эту историю тоже. И очень важно понимать различия в показаниях. В настоящее время тапентадол будет применяться, как уже сказал, для терапии более умеренной и сильной интенсивности в зависимости от дозировки. И тромодол только для более умеренной интенсивности даже в своей максимальной дозе. Следующий момент, собственно, вот появление препаратов одного и того же препарата в разной лекарственной форме. До сих пор было известно и было доступно применение полексии в таблетках пролонгированного действия. Теперь будет доступна в скором времени во всех регионах уже полексия короткого действия. Ну вот, исходя из фармакокинетики, о которой Зоэрфайловна говорила, эффект развивается быстрее при применении полексии короткой. И это в том числе, вот какие преимущества для практики, это в том числе позволяет более быстро подбирать дозировку. Вот посмотрите тетрование дозы, которые рекомендуются в инструкциях и в рекомендациях. Если мы говорим про полексию пролонгированного действия, то стартовая доза 52 раза в сутки, поскольку действие будет продолжаться 12 часов. И пересмотр дозировки, то есть шаг тетрования будет составлять 3 дня. То есть мы можем увеличить на 50 мг 2 раза в сутки только каждые 3 дня, достигая максимальной суточной дозы 500. Про короткую полексию назначается стартовая доза в широком диапазоне каждые 4-6 часов. Но если первая доза не оккупировала боль совершенно без какой-то динамики, то можно в принципе применить вторую дозу, точно такую же через час, когда идет первый день тетрования. Дальше, соответственно, это будет каждые 4-6 часов, но не 2 раза в сутки и тем более не шаг в каждые 3 дня. Это более быстрый подбор дозы. И вот, собственно, короткое действие, как вы знаете, у того же самого морфина, это как раз препараты в такой лекарственной форме, они максимально удобно, максимально подходят вот именно для тетрования дозировки. Ну и также надо помнить, исходя из фармакокинетических особенностей, что у топентадола эффект, который развивается через 30 минут, он может быть также использован по показанию острая боль, имея в виду прорывную боль. Здесь, наверное, нет никаких противоречий с инструкцией, то есть вот это показание, которое содержится в инструкции, о котором в предыдущей лекции была речь, острая боль, ее можно интерпретировать в том числе как прорывная боль. Но только надо учитывать тот момент, что эффект развивается в течение 30 минут. То есть это не вся прорывная боль, конечно, вот, которая существует, прорывная раковая боль, а именно боль, которая предсказуемая, связана с какими-то манипуляциями, движениями, то есть ту, которую можно предвидеть. И, соответственно, за 30 минут, а может быть 40 и 50, потому что 30 минут – это самый минимальный интервал, когда у большинства пациентов начинает ощущаться этот эффект. Поэтому, может быть, и за 50 минут придется принимать этот короткий топентадол, при том, учитывая то, что пациент получает постоянно топентадол, полексию пролонгированную. То есть в данном случае в качестве препарата дотационного можно рассмотреть короткую полексию, но если у пациента не возникает вот этих вот жутких, внезапных, непредсказуемых, очень сильных, быстро развивающихся и также быстро проходящих прорывных болей непредсказуемых, да, конечно, в данном случае он не подойдет. Что касается тромодола, обещанный слайд, вот специально он долго, наверное, уже висит, и вы… это, конечно, не для запоминания, но для понимания того, что происходит в печени. Когда пациент принимает тромодол, вот, как сказать, через множество… через тернии к звездам, через множество этапов, с помощью в основном, вы видите, элементов цитрохромов разных изоформ, но в основном это 2D6 образуются вот эти вот два активных метаболита со страшными сложными названиями, ну, их упрощенно называют М1 и М5. Часть этих метаболитов активных, они уже гидрофильные, они выводятся из организма почками в этом активном состоянии, поэтому если почки не работают, то, соответственно, будет кумуляция. Что касается разнообразия фармакогенетических профилей, вот уже говорил, что цитохром 2D6 – это тот цитохром, который метаболизирует в том числе тромодол, не только тромодол, но и в том числе тромодол. И вот по этому цитохрому он очень вариабельный. И известно на сегодняшний день более 130 аллельных вариантов. То есть что значит аллельные варианты? Может быть ген удваиваться, может изменяться, может отсутствовать. И вот всех метаболизаторов по этому ферменту фенотипически можно разделить на экстенсивные метаболизаторы, ну это, скажем так, обычные метаболизаторы, да, вот как бы норма, да, если можно так назвать, или референс, референсная какая-то вот скорость метаболизма препарата с помощью данного цитохрома. А есть ультрабыстрые метаболизаторы и медленные метаболизаторы. Причем, посмотрите, среди европейцев медленных метаболизаторов 5-10%, а сверхбыстрых это, или ультрабыстрых метаболизаторов, их всего лишь 1-2%. То есть более актуальна проблема медленных метаболизаторов. Это значит, что у них тромодол, как пролекарство, будет очень медленно превращаться в активные метаболиты. Медленнее, чем мы ожидаем, да, потому что все-таки, ну, 90% метаболизаторов, они относятся к экстенсивным. Но вот где-то 5-10% пациентов будут ожидают, то есть будет, у них будет медленнее образовываться активный метаболит, им будет труднее подбирать дозу. То есть доза будет, скажем так, не настолько эффективна, как у экстенсивных метаболизаторов. Что касается России, данные тоже очень разные. Вот встречаются такие цифры 4-7 по медленным, а сверхбыстрых у нас даже больше, чем в среднем по Европе. Ну, наверное, потому что много азиатской крови в российской популяции, поэтому вот эти вот 3-4%, то есть чуть больше, чем среди, скажем так, западных, западной популяции. Это Европа в основном, вот тоже, соответственно, для нас это будет актуально. Ну вот применительно к клиническим исследованиям специально изучались различия в фенотипах. И вот вы видите, что по сравнению с экстенсивными метаболизаторами пациентам, у которых было определено, что цитохром работает медленнее, определяется это с помощью генетических исследований, то есть, ну, фактически ПЦР-реакция. И на Западе на самом деле сейчас определить медленный или быстрый метаболизатор по каким-то изоферментам, это вообще, ну, практически уже становится рутинной практикой. Для нас это, конечно, пока научные исследования. И, ну, скажем так, ПЦР-тестирование цитохромов – это скорее казуистика, чем норма жизни. Причем даже в палеотивной практике, вот если посмотреть статьи, опубликованные в Турции, то есть там, в Скандинавии, в Европе, это норма жизни, и это рассматривается фактически вот как рутина. Так вот, если пациент относится к медленным метаболизаторам, то тромодол работает медленнее, хуже, и в ходе исследования таким пациентам статистически значимо практически в два раза больше требовалось дополнительный анальгетик, ну, то есть терапия спасения. Наоборот, пациенты, которые относятся к ультрабыстрым метаболизаторам, у которых метаболизм тромодола происходит быстрее и образуется, соответственно, быстрее активный метаболит, у них больше, даже больше, чем вот в пять раз возникает побочную, более выраженные побочные эффекты, в частности, тошноторвоты. Вот такие проблемы могут быть. Что касается взаимодействия с этим же самым цитохромом, к сожалению, есть еще одна проблема, что если пациент совместно с тромодолом или с какими-то другими препаратами принимает ингибиторы этого цитохрома, то эти самые ингибиторы могут дополнительно вносить вклад в, скажем, снижение развития эффекта, уменьшение метаболизма тромодола. Но вот это можно проиллюстрировать, этот слайдик пропустим, это можно проиллюстрировать с помощью вот такой схемки. Например, пациент принимает один из самых таких мощных ингибиторов цитохрома 2D6, дулоксетин. Почему я говорю про этот препарат? Потому что, ну, возможно, требуется усиление антинейропатической терапии, и сейчас селективный ингибитор обратного захвата серотонина и норадреналина, они рассматриваются как один из вариантов, помимо габа-пентептеноидов, вот дулоксетин и венлофоксин, как препараты первой линии для лечения нейропатической боли. В этом смысле он будет ингибировать цитохром, а, соответственно, тромодол будет метаболизироваться этим цитохромом медленнее, а будучи пролекарством, соответственно, меньше образуется, медленнее образуется его активный метаболит. А если к тому же пациент попал в категорию медленных метаболизаторов, ну, то есть, фактически, тромодол будет, его метаболизм будет, ну, практически остановлен, и врач будет вынужден увеличивать дозировку, и эти пациенты будут получать большую дозу. Вопрос, добьются ли желаемого эффекта, или в скором времени придется переходить на другой препарат, это уже вот вопрос практический. Ингибирование, поскольку мы говорим сегодня, сравниваем тромодол с тапентадолом, тапентадол метаболизируется с помощью глюкорнизации. И на ферменты глюкорнизации, конечно, тоже существуют свои ингибиторы. Есть очень маленькая вариабельность, практически она не описана, эта вариабельность по скорости метаболизма, то есть, метаболизаторы все получаются примерно одинаковые, люди по этому ферменту. Но вот дополнительные лекарственные взаимодействия, они возможны. Но не будем мы, наверное, говорить про системное применение кетоконазола, сейчас это уже не актуально, хотя он и системный азол. Есть препарат флуконазол из той же группы антимикотиков, и вот флуконазол рассматривается как один из сильных ингибиторов глюкорнизации. Но в этом отношении можно использовать другие азолы, если вдруг речь идет о лечении системного микоза, кандидоза или несистемного микоза, кандидоза. Можно подобрать другие препараты групп азола. То есть, вот я хочу сказать, что этих ингибиторов, их не так много, как вот для цитохрома. Вы помните, там целый, вот целый столбик этих ингибиторов, больше или меньше силы, которые могут влиять на цитохром. Миклофенамовую кислоту тоже, наверное, не стоит учитывать, поскольку это МПВС, но этот МПВС в России не зарегистрирован, и, насколько я понимаю, в ближайшее время не планируется к регистрации. Также часто обсуждается, и в инструкции обязательно включается такое вот предостережение по поводу серотонинового синдрома. Серотониновый синдром – это тот симптомокомплекс, который развивается при избыточном содержании серотонина в организме, в частности в ЦНС. Симптоматика его очень сильно напоминает карциноидный синдром, тоже связан с серотонином. И вот эта симптоматика заключается в усилении тонуса мышц, повышенных рефлексах, тремор, ажитация, очень активная вегетатика и в виде усиления перистальтики с диареей, и тахикардия, гипертония, потливость, расширяются зрачки. И вот этот синдром, он развивается, когда, чаще всего, когда назначаются два препарата серотонин энергических. Как пример, тромодол с серотониновым компонентом и, допустим, антидепрессанты, ингибиторы обратного захвата серотонина или серотонина и норадреналина или трициклический амитриптилин, это тоже не селективный ингибитор обратного захвата, в том числе и серотонин. Или если речь идет о взаимодействии противомигренозных трептанов или противорвотных ситронов. Это все препараты, которые могут применяться и в палеотивной практике тоже, и это все препараты, которые влияют на серотониновый обмен. И вот если для ситронов и трептанов это менее актуально, то вот для антидепрессантов такие комбинации с тромодолом, они будут представлять наибольший риск. Для топентадола этот риск невозможно исключить полностью, поэтому в инструкции тоже будет предупреждение о развитии серотонинового синдрома, но другое дело, что для тромодола этот побочный эффект будет более актуален и более выражен, поскольку у него этот эффект, ну действительно, исходя из механизма действия, более предсказуем. Что касается клинических данных по топентадолу, по, ну скажем так, доказательной базе, этот препарат исследовался при болевых синдромах совершенно разной локализации, совершенно разные причины. Главным являлся, конечно, интенсивность болевого синдрома, это боль средней или сильной интенсивности. И в особенности, учитывая вот такой механизм действия, двойной влияние на норадренергическую систему, это, конечно же, болевой синдром с нейропатическим компонентом. Ну вот, в этом отношении часть, все исследования, наверное, разобрать невозможно, но наиболее такие показательные можно продемонстрировать. Вот в данном случае, в этом исследовании, пациенты, которые получали, пациенты с болевым синдромом и наиболее часто боль в спине беспокоила, смешанного типа очень часто, то есть ноцицептивная и нейропатическая боль, и они получали по 300 мг в сутки тромодола. У этих пациентов боль, несмотря на то, что тромодол применялся, и применялись дополнительные анальгетики, в частности, НПВП или парацетамол, или коанальгетики, адюванты, боль сохранялась на уровне 7 из 10. Это боль уже ближе к очень интенсивной боли. Переводили пациентов на топентадол 200 мг в сутки, ну то есть фактически шли по второй ступени обезболивания, учитывая лестницу возле хронической боли. И удавалось у большинства пациентов боль снизить до 3 и меньше. В среднем 3,1. То есть боль становилась переносимой, да, вот о чем мы говорили в предыдущей лекции. И при этом у третьих пациентов, даже больше, чем у третьих пациентов, к концу периода исследования, к концу наблюдения, топентадол оставался единственным препаратом, то есть не требовал дополнительных анальгетиков, и боль была оккупирована. То есть вот все-таки анальгетический потенциал у него больше, поэтому и дозировки меньше будут эквивалентные, и достаточно вот этот интересный двойной механизм, который позволяет воздействовать на боль, в том числе смешанную, то есть нейропатическим компонентом. Следующее исследование – это то исследование, которое проводилось специально на пациентов со злокачественными новообразованиями, с болевым синдромом, который обусловлен злокачественным новообразованием. И вот вы видите, здесь тоже были пациенты, которые имели в том числе и нейропатический компонент. Не у всех пациентов был этот компонент, но так или иначе большая доля пациентов были с нейропатическим компонентом. И это исследование проводилось в две фазы или в две стадии, наверное, правильнее так сказать. Две недели тетрования и четыре недели поддерживающей терапии. То есть вот после двух недель тетрования часть пациентов продолжала исследование уже вот в четырех неделях поддерживающей терапии. Две недели тетрования практически 500 пациентов. И вот среди этих пациентов к концу второй недели, соответственно, определялись те пациенты, которые ответили на терапию. А что значит ответили? Значит, на протяжении последних трех суток у них доза опиоида не менялась, они не требовали увеличения дозировки, то есть у них достигалось стабильное обезболивание. Интенсивность болевого синдрома уменьшалась, становилась меньше пяти. И им резервный анальгетик морфин требовался в дозировке менее 20 миллиграммов в сутки. Вот сравнивая пациентов, которые часть пациентов получали морфин пролонгированного действия, часть топентадол пролонгированного действия, оказалось, что примерно одинаковое количество ответчиков. И вот в этом исследовании, собственно, мы видим, что эквивалент дозировки относится как два с половиной к одному, то есть два с половиной топентадола и один морфин. То есть примерно одинаковое количество, это статистическая погрешность и таким образом сопоставимый эффект топентадола с морфином. Следующая фаза поддерживающей терапии, вот здесь вот в этой, за эти четыре недели, то есть часть пациентов проходила повторную рандомизацию и они, соответственно, попадали вот в три группы лечения. В этой фазе исследования, что нужно отметить, здесь также определяли пациентов, которые отвечают на терапию и вот оказалось, что у пациентов в целом всей популяции различия между топентадолом в средних дозировках 100-250 два раза в сутки и морфина от 40 до 100 миллиграмм два раза в сутки. Вот примерно одинаковое количество пациентов в целом в популяции ответили, опять же, это показывает сопоставимость эффектов анальгетических у топентадолы и морфина. Но если брать отдельно пациентов с четким нейропатическим компонентом боли, то этих пациентов даже было несколько больше. Опять же, это статистическая погрешность, но тем не менее тенденция поменялась и таких пациентов было несколько больше. Лучше они отвечали на терапию топентадолом вот за счет дополнительного компонента действия. Ну а что касается переносимости, то топентадол выигрывал у морфина по классическим побочным эффектам со стороны желудочно-кишечного тракта. Были меньше, менее выражены. Со стороны центральной нервной системы, ну, примерно одинаково. И вот за счет того, что со стороны желудочно-кишечного тракта побочных эффектов было существенно меньше, как бы общее количество побочных эффектов, опять же, в пользу топентадола и, то есть, в пользу лучшей переносимости препарата. То есть, фактически, это говорит о том, что, да, его действительно можно иметь в виду, и хорошо, что появляются дополнительные возможности для обезболивания, тем более вот такой вот комплексный препарат комплексного действия. Раз уж мы сегодня говорили про апиоидную зависимость, наверное, и про риски, наверное, тоже вот в этом отношении нужно рассмотреть. То есть, исследование, которое специально было спланировано для того, чтобы оценить безопасность топентадола и сравнивали с оксикодоном. Оксикодон контролируемого освобождения, то есть, фактически, это тоже пролонгированный оксикодон чистый, без налоксона. И топентадол продленного действия. Вот, посмотрите, по интенсивности болевого синдрома, выраженность боли по классической рейтинговой шкале на длительном приеме топентадола и оксикодона, можно сказать, что доза топентадола, вернее, интенсивность болевого синдрома у пациентов, которые получали топентадол, она практически оставалась на одном уровне, на переносимом уровне. То есть, дозировка, можно сказать, что дозировка не требовалась, и это свидетельствует о том, что, косвенно свидетельствует, конечно, о том, что толерантность у таких пациентов не развивается. К оксикодону тоже слабо, вот, в начале исследования были, наверное, проблемы с подбором дозировки, но потом выровнялась. При этом интенсивность болевого синдрома даже была несколько выше. Вот, это косвенные показатели. Есть еще один, есть еще один данный интересный по, фактически, можно сказать, по продажам препарата, наверное, в большей степени. Сейчас попробую переставить слайд, который сравнили уровень продаж топентадола короткого и оксикодона короткого. И оказалось, вот, к сожалению, у меня не получается переключить на этот слайд. Юль, может быть, поможете со своей стороны переключить. И оказалось, что... Ух ты, это мы уже переехали. Вот это исследование. Оказалось, что у топентадола очень низкая, как бы, низкая привлекательность для злоупотребления. И она существенно меньше, чем у препарата оксикодона. Вот две, как бы, базы данных. Ретроспективный анализ этих баз данных свидетельствует о том, что интереса к топентадолу со стороны, с точки зрения злоупотребления, возникает меньше, чем к оксикодону. И, тем не менее, насколько я знаю, компания все-таки озабочена этим вопросом. И препарат короткого действия все-таки он будет доступен в рамках отпуска в аптеках, привязанных к тем учреждениям, которые, собственно, назначают эпиоиды. И это дополнительно может защитить от злоупотребления такой формой. Добавлю еще, что так же, как и пролонгированный топентадол, так и короткая форма будет доступна для получения пациентам на бланке 148. То есть, так же, как и тромодол, топентадол, 148-й бланк, ну и еще у нас оксикодон с аналаксоном на 148-м и трансдермальные формы тоже 148-й. То есть, в плане ограничений по контролю, конечно, меньше, чем с точки зрения чистых сильных агонистов, как, например, инъекционный или пероральный морфин. То есть, опять же, здесь есть широкое поле деятельности. И как специально, собственно, остановился на сравнении вот тромодола с топентадолом, поскольку это близкие препараты. И если тромодол, ну, наверное, знаком практически всем, то вот в этом отношении, в качестве сравнения и возможности использования, как раз можно рассмотреть топентадол. Большое вам спасибо за внимание, успехов вам и живите сами без боли.